Актуальные вопросы управления многоквартирными домами обсудили во Владивостоке. На семинаре выступили известные в стране специалисты в области ЖКХ и рассказали об изменениях в жилищном законодательстве России. Об этом и о том, почему управляющие организации ТСЖ умышленно вводят потребителей жилищно-коммунальных услуг в заблуждение, спикеры семинара расскажут прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Игорь Александрович Кокин, эксперт Академии народного хозяйства при президенте России, и Дмитрий Юрьевич Нифонтов, руководитель проекта ЖКХ компании «Аката» город Санкт-Петербург. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, для начала хотелось бы узнать, как прошел семинар. Ваши впечатления? Может быть, было что-то, что вас удивило? Чем наш семинар отличался от семинаров в других городах? Ну, семинар прошел хорошо. Удивило? Да ничего не удивило. Если бы мы первый раз приехали во Владивосток, горки бы удивили. А так уже ездим не первый год, семинар стал уже таким регулярным, поэтому все как обычно. Обсудили, поговорили, поотвечали на вопросы. Может быть, вопросы наших участников семинара, они имеют какую-то специфику, отличаются от вопросов жителей других городов страны? Каждый регион имеет свою специфику, в каждом регионе свои особенности, и Приморский край в этом смысле не исключение. В Приморском крае есть свои особенности, мы их сегодня обсуждали. Это и вопросы благоустройства, это и вопросы, связанные с вывозом бытовых отходов, как это организовано. Просто в каждом регионе свои особенности. Вот Приморский край тоже имеет эти особенности. Люди получают квитанции за жилищные услуги, именно те услуги, которые оплачивают УКА и ТСЖ. Часто жалуются, что им непонятно, за что они платят. Вот из чего складывается эта плата за жилье? Плата за жилье. Плата за жилье складывается из работ, связанных с содержанием дома. А перечень этих работ определяется общим собранием собственников. Есть обязательные работы, которые предусмотрены постановлением правительства. Они не могут быть сокращены. Это все, что касается содержания крыши, фасадов, сетей. Коммунальных в доме, содержание земельного участка, содержание приборов учета общедомовых. Вот это все обязательные работы. А есть ремонтные работы. А есть дополнительные работы, которые жители каждого конкретного дома, если они хотят. Если у них на это есть деньги заказывают. Этот перечень работ каждый житель может увидеть, обратившись либо в свою управляющую компанию, либо в свою ТСЖ. Если ему сложно обратиться туда, он может зайти на портал ГИС ЖКХ и посмотреть этот перечень работ, выполняемых в его конкретном доме. Давайте перейдем все-таки к изменениям в жилищном законодательстве. Не могли бы вы рассказать о таких основных, которые сегодня в студии необходимо просто озвучить, о которых должны знать наши телезрители? Давайте я попробую. У нас очень много изменений произошло в конце прошлого года. В начале этого года очень большие изменения в жилищный кодекс. Мы сегодня на семинаре обсуждали изменения, которые касаются всех жителей. Например, ту новацию 45-й статьи жилищного кодекса, которая обязала теперь все управляющие компании ТСЖ, ЖК, ЖСК вести реестр собственников и предоставлять этот реестр по первому заявлению любого собственника, который хочет провести собрание. Эта норма вызвала множество споров, вопросов. Потому что и со стороны жителей есть вопросы по поводу того, кто и как будет использовать персональные данные, и со стороны управляющих компаний есть сомнения по поводу передачи этих данных. Но норма вступила в силу, она обязательная, и вот обсуждали сегодня, что вот это теперь обязательно. Ужесточены у нас требования лицензионные к управляющим компаниям, и в этом отношении тоже обсуждали сегодня. И жители должны понимать, что правительство намерено продолжить курс на ужесточение требований к управляющим компаниям, и все разговоры о том, что там управляющие компании бесконтрольно осуществляют свою деятельность. Это не так, это неправда. У нас достаточно большое количество надзорных органов, которые этим занимаются. Очень много вопросов обсуждали. Обсуждали вопросы, например, содержание паспортных столов у нас в этом году. Верховный суд заявил, что это не обязанность управляющих компаний и ТСЖ, они не обязаны этого делать. Это обязанность органов государственной власти, в частности МВД. Вот это тоже обсуждали. То есть новаций много. Все-таки вопросов задавали много? Очень. Вопросов в ЖКХ вообще бесконечно. Их могут задавать и задавать. То есть если бы у нас семинар не был ограничен по времени, я думаю, мы бы его проводили тут неделю, наверное, без перерыва. Вопросов бы хватило, мне кажется. Дмитрий Юрьевич, вы с такой интересной стороны рассматривали отношение к ЖКХ со стороны, можно сказать, информационной войны. Отношение к ним. Не могли бы немножечко рассказать об этом? Необычный голос, зрение, да? Ну, могу, да. Расскажу пару слов. Ну, собственно, даже вот ваши вопросы о том, что вот жители не знают, за что они платят, вот это как раз и есть такая почва для развития различных информационных, скажем так, вбросов, лжетеорий и так далее. То есть каких-то заявлений о каких-то обстоятельствах, которые не соответствуют действительности, не соответствуют факту. То, что люди плохо разбираются в ЖКХ, не понимая, за что они платят. Ну, и, соответственно, появляются различные такие псевдоэксперты, которые дают разъяснения, которые действительности не соответствуют. И эти разъяснения, конечно, людей вводят в еще большее заблуждение. И создаются такой негативный вообще фон, способствуют развитию какой-то вот вражды. Ну, я думаю, что Владивосток это не исключение. Вообще по всей России так. Многие собственники помещений считают, что они в состоянии какой-то войны с управляющими компаниями, с ТСЖ. Хотя, если бы они разбирались в ЖКХ, они бы понимали, что, собственно, эти организации работают именно на них, выполняют услуги для них. Ну, и, соответственно, заплату, которую эти жители оплачивают, вот эти вот услуги. Но, поскольку состав этих услуг часто для жителей остается загадкой, к сожалению, вот как раз и создаются такие предпосылки для того, чтобы развивалась вот эта информационная война. Ну, естественно, выставляют виновными очень часто управляющие компании ТСЖ. Целей здесь может быть множество. Ну, в том числе, отвлечь, может быть, внимание от каких-то более серьезных проблем. Создать людям какую-то постоянную занятость. Потому что они вот своими такими жалобами, претензиями вечно заняты. С кем-то там судятся, ругаются и так далее. Ну, конечная цель туманна всего этого, кто этим занимается конкретно. Но последствия, конечно, как они неблагоприятны. То есть, в целом, сфера ЖКХ от этого спрадает. В первую очередь, для самих жителей неблагоприятны. Конечно, конечно. Потому что, почему-то, многие жители полагают, что наказание управляющих компаний это наказание именно управляющих компаний. На самом деле, те штрафы, которые управляющие компании уплачивают, в связи там, ну, скажем, не очень добросовестным выполнением работ, а не платятся и средств жителей, других источников управляющих компаний нет. То есть, жители тоже должны это понимать. Потому что, там, очень часто мифы, говорят, они там заплатят, а мы тут вроде как ничего. В результате на доме нет средств на то, чтобы выполнять необходимые работы. Ну, да. Тут часто тоже заявляют, да, что якобы управляющие компании все их работы оплачивает, там, муниципалитет, или органов госласти, или кто угодно. То есть, якобы, помимо средств собственников, управляющая компания еще что-то откуда-то получает. Ну, и, соответственно, привлечение к ответственности в виде штрафа, да, собственники воспринимают лишение конкретно управляющей компании какого-то дохода. Условно, там, директора как будто бы оштрафовали. Ну, не понимая, что на самом деле действительно источник средств сами жители, то есть, они из своих же денег платят этот штраф, ну, посредством, да, выплаты штрафа с управляющей компанией в бюджет. Не могу сегодня не воспользоваться случаем и не задать вам, наверное, такие уже ставшие вечными вопросы в сфере коммунального хозяйства. Первый вопрос – это капитальный ремонт подъездов жилых домов. И второй вопрос – это оплата за лифт жителей первых этажей. Давайте расскажем здесь немножечко, почему, собственно, взимается плата за капитальный ремонт, куда идут эти деньги, да, потому что они везде, жители видят, что есть какой-то результат, и они не хотят платить, но платить они вынуждены, потому что сейчас определенные санкции принимаются. Ну, а потом перейдем уже, наверное, к вопросам лифта. Ну, да, давайте. Ну, по поводу капремонта, у нас жилищный кодекс определил механизм финансирования капремонта. Это в основном взносы граждан. Соответственно, приняты региональные программы, приняты там краевые законы по поводу капремонта. И каждый дом имеет свой счет, неважно, у рекоператора, у спецсчета, для проведения капремонта с двумя исключениями. Вернее, с двумя разными подходами. Если вы формируете фонд капремонта у регионального оператора, сроки проведения капремонта определяются региональной программой, краевой программой. Если вы формируете спецсчет, вы можете сроки проведения капремонта определять у себя в доме за счет тех средств, которые вы накопили. И у нас многие дома, которые выбрали спецсчета, эти средства сейчас расходуют, в том числе, на ремонт и подъезды. А если вы не хотите нести ответственность, если вы хотите, чтобы вам помогли за счет других домов, тогда вы остаетесь у регионального оператора и ждете, когда наступят сроки. Кстати, в перечне работ по капитальному ремонту, ремонта подъездов, как вида работы, нет. У нас в программах региональных и в жилищном кодексе только крыши, фасады, фундаменты и внутридомовая инженерная инфраструктура. Вот так. Что касается лифтов? Что касается лифтов, то вопрос о том, должны ли жители первых этажей платить за лифты, был предметом обсуждения Верховного суда еще в 2008 году. И в 2008 году Верховный суд по этому поводу высказал четкую позицию. В прошлом году пленум Верховного суда в июне эту позицию повторил. Он сказал, что независимо от факта пользования имуществом, в том числе лифтом, собственники обязаны оплачивать содержание общего имущества, независимо от того, пользуются они или нет. Написал в том числе лифтом. Так что в этом отношении есть общее имущество дома. Независимо от того, пользуетесь вы им или нет, вы должны оплачивать расходы по его содержанию. Поэтому ситуация, когда жители первых этажей не оплачивают лифт, это ситуация, которая фактически говорит вот о чем. Есть имущество дома, принадлежит всем жителям. Но только часть жителей несут большие расходы по его содержанию, а часть меньше, якобы потому, что они им не пользуются. Это противоречит нормам жилищного кодекса. Я здесь бы тоже дополнил еще, что вообще логика такая, что общее имущество все должны оплачивать в долях пропорционально площади квартир, в общей площади всех помещений. То есть дифференциация вот этого платежа, что жители первого этажа, допустим, не платят за лифт, тут же жители того же первого этажа скажут, зачем мы не будем платить за ремонт крыши. Крыша же не над нашим этажом. Жители верхнего этажа скажут, мы не будем платить за подвал, потому что нас он не интересует. А они скажут? Да, жители одного подъезда скажут, мы не будем платить за ремонт угла дома, который там с другой стороны, за придомовой участок, за его обслуживание. Один житель скажет, я здесь не хожу за эту тропинку, не буду платить и так далее. То есть понятно, что это приведет к такой ситуации неопределенности, что, конечно, недопустимо. То есть логика такая, что есть общее имущество и независимо от факта пользования она все оплачивает. Ну так же, как было бы у них, допустим, в общей собственности какой-нибудь автомобиль. Неважно, что из 100 собственников только один на нем ездит, условно налог на имущество платят все. То есть логика такая же. Поэтому общее имущество подлежит оплате независимо от факта пользования. У нас буквально на днях состоялось такое актуальное совещание как раз по вопросу управляющих компаний. Объясню, почему актуально. Дело в том, что во Владивостоке не так давно был очередной серьезный снегопад и управляющие компании сработали недостаточно хорошо, то есть придомовые территории практически не были убраны. Ходить было очень сложно, но сами знаете, что это за проблема. Так вот, предложили сделать обязательную паспортизацию всех управляющих компаний, то есть чтобы зона ответственности была четко разграничена и распределена уже, очевидно, скажем так. На что, конечно, многие управляющие компании стали говорить, представители их, что у нас недостаточно техники специальной, и этот вопрос тоже сказали, что будут рассматривать, предоставлять эту технику. Так вот, интересно ваше отношение к данной ситуации. Я могу сказать, тем более, что сегодня на семинаре этот вопрос обсуждался. У нас в конце прошлого года в законодательство Российской Федерации внесено было много изменений, в том числе и в части придомовых территорий. Ну, во-первых, теперь в градостроительном кодексе четко определено, что такое придомовая территория. Кстати, первый градостроительный кодекс написан, это территория общего пользования, то есть это не территория данного дома. Далее, в том же градостроительном кодексе и в законе о местном самоуправлении появилась норма о том, что если у многоквартирного дома земельный участок не сформирован или сформирован по отмостку, то муниципалитет не вправе обязать жителей этого дома содержать придомовую территорию. Поэтому идея паспортизации может быть и хорошая, но явно противоречащая законодательству, потому что до июня, до 28 июня этого года в Приморском крае, так же, как и во всех других субъектах Федерации, появятся законы региональные, определяющие, каковы размеры придомовых территорий, а администрация города Владивостока и других городов Приморского края должны будут изменить правила благоустройства, обязав содержать придомовые территории только те дома, где есть сформированные земельные участки, и они явно больше, чем отмостка дома. Поэтому, а так как формировав земельный участок, уже не будет необходимости какие-то еще дополнительные территории дому приписывать, я думаю, что ситуация кардинальным образом изменится, и убирать территорию будут только те и только ту, которая жителям принадлежит, за которые, за содержание которой жители платят деньги. Что же касается снегопада, это проблема в этом году всей страны, у нас как-то всю страну накрыли снегопады, и многие города переживают проблемы большие, связанные с уборкой снега, и постоянно задаются вопросы, вот-вот-вот, что делать. Понимаете, невозможно содержать там управляющей компанией такое количество техники, которая рассчитана на снегопады, которые бывают раз в 10 лет. Ну, просто экономически нецелесообразно. Здесь необходимо принимать более сложные решения, связанные с привлечением частных подрядчиков, ну и так далее, на вот такие вот форс-мажорные ситуации. Спасибо большое за ваши ответы. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Я думаю, что просто необходимо также сегодня обсудить и законы о прямых договорах. Тем более, что вот-вот он должен вступить в силу. Расскажите об этом, и какова его актуальность на сегодняшний день. Ну, дело в том, что идею о том, чтобы жители платили напрямую ресурсоснабжающим организациям, этой идеей обсуждается уже много лет. В прошлом году президент на прямой линии сказал, что надо убирать посредников в лице управляющих компаний из этого процесса. И это очень сильно подстегнуло процесс, связанный с принятием закона. В декабре прошлого года был закон такой принят в первом чтении. Но его реализация или его основные положения вызвали очень много вопросов. Поэтому вот уже третий месяц, четвертый месяц идет обсуждение этого законопроекта в Государственной Думе. Действительно, сегодня, 21 числа Государственная Дума должна рассмотреть этот законопроект во втором чтении, возможно, даже в третьем. На самом деле, для потребителей в значительной степени после принятия этого закона мало что изменится. Потому что и в Приморском крае, и в других регионах жители в большинстве своем уже работают на прямых расчетах с ресурсоснабжающими организациями. Но формально исполнителем остаются управляющие компании ТСЖ. После вступления в силу этого закона, жители любого дома смогут на общем собрании принять решение о том, что они будут заключать прямые договора с ресурсниками. И это изменит ситуацию де юре, юридически. С момента заключения такого договора исполнителем коммунальных услуг станут ресурсоснабжающие организации. Именно они будут нести ответственность за качество коммунальных услуг, за начисление, сбор этих коммунальных услуг. Соответственно, все расходы, связанные с начислением, сбором, работой с должниками, неплатежи лягут на плечи ресурсоснабжающих организаций. Что позволит управляющим компаниям немножко вздохнуть полегче и, наверное, больше сил направить на работы по содержанию дома. А ресурсоснабжающим организациям придется искать резервы для того, чтобы эти новые для себя виды деятельности за счет каких-то средств осуществлять. Еще одна проблема – это завышенные суммы на оплату расходов за потребление коммунального ресурса при содержании общедомового имущества. Ранее говорили, что как только власти ведут нормативы потребления, то плата за ОДН уменьшится. Однако нормативы утвердили, а оплата растет. Почему это происходит? Не знаю, почему это происходит. В соответствии с жилищным кодексом у нас оплата расходов, связанных с содержанием общего имущества, должно осуществляться в размере норматива. Если норматив стал там немножко больше, это вполне возможно, это на усмотрение субъектов федерации. Но при этом есть один нюанс, связанный с тем, что у нас эти расходы будут теперь каждый год расти. Как только будут меняться тарифы на воду, тепло, на воду, на газ, на воду, на электроэнергию, соответственно, эти сои будут расти. И причем без решения общих собраний, так написано в жилищном кодексе. Кроме того, в некоторых домах принимаются решения об оплате этих расходов, исходя из показаний прибора учета. Соответственно, здесь эти расходы могут быть каждый месяц разные, то больше, то меньше. И это уже на усмотрение общего собрания собственников. Если такое собрание было, если собрания не было, эти расходы должны быть фиксированы и не должны меняться чаще, чем один раз в год. Ну, после 1 июля, после увеличения тарифов. Если уж заговорили про нормативы, хотел бы тоже добавить, что у нас многие собственники воспринимают норматив как некую предельно допустимую величину. То есть, вот больше норматива, что невозможно. Но на самом деле норматив это нечто среднее такое. То есть, есть определенные формулы, методики расчета, по которым органы госвластия субъекта устанавливают эти нормативы. Ну и, собственно, вообще по всей России у нас есть такая проблема во многих субъектах. Когда нормативы устанавливаются заниженные, власти это объясняют тем, что якобы они не хотят способствовать повышению стоимости оплаты, там где люди платят по нормативу. Но на самом деле это приводит к такой проблеме, что когда люди устанавливают приборы учета и реальное потребление оказывается выше нормативного, то возникает недовольство тем, что мало того, что человек приложил какие-то усилия, затраты, да, устанавливал приборы учета, оплата в итоге выросла. Поэтому вот органам госвластия надо предельно внимательно относиться к нормативам и устанавливать их все-таки или в реальном фактическом значении, или даже в завышенном, если они хотят стимулировать людей к установке приборов учета. Вот мое мнение такое. Мне кажется, что вообще этот вечный конфликт управляющих компаний и потребителей, он, наверное, нереально от него избавится как-то, потому что всегда найдутся недовольные, да, и всегда... Это нормально. Наверное, это действительно даже нормально. Любой потребитель хочет заплатить поменьше, получить услуг побольше, а любой производитель услуг хочет получить больше, но сделать меньше работ. Это извечная проблема, которую не изменят никакие нормативные документы. На самом деле преодоление этой проблемы, это, конечно же, первое, что должно быть, это понимание вообще состава услуг, стоимости. То есть если стороны договора управления понимают, о чем они договариваются, тогда, конечно, проблем гораздо меньше. А тут получается, что собственники, выступая как заказчиками услуг, даже не понимают, что они заказали и по какой цене. Это, конечно, недопустимо, но и надо повышать потребительскую грамотность. Это приведет, конечно, к улучшению, к развитию взаимоотношений управляющих компаний и собственников. Просто в ЖКХ очень сложно пощупать услугу. Когда мы в магазине покупаем хлеб, мы понимаем, вот мы купили. Конкретно. Вот все. Из чего она там состоит уже, дело третье, можем только оценить, вкусно или невкусно. А в доме, что это такое, как там содержать? Очень многие ведь полагают, что там содержать-то, там делать нечего. А то, что надо регулярно осматривать, то, что надо, есть определенные регламентные работы, то, что надо там регулярно кое-что менять, ну и так далее. Это просто для общественного сознания, да ну зачем это надо делать? А потом, когда это не делается несколько лет, а что дом сыпется? Ну и плюс, конечно, по стоимости услуг, да, вот многие люди не могут масштабно мыслить, скажем так. То есть, когда они видят, что у них там плата 20 рублей с квадратного метра, они считают, что это много. А если посчитать такую стандартную пятиэтажку, ну примерно там 3000 квадратных метров, это на дом всего лишь тратится 60 тысяч рублей. То есть, человек считает, что дома в своей квартире он ремонт там за 200 тысяч сделает, это нормально, а содержать целый дом за 60 тысяч, это слишком дорого. То есть, вот в этом тоже проблема. То есть, заказчик услуг, собственник считает, что цены завышены, исполнитель услуг считает, что цены занижены, конечно же. Вот в этом тоже большая проблема. То есть, действительно, наиболее актуальная проблема, это вопрос неграмотности все-таки, да, населения потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И он-то, собственно, и является в большинстве случаев такой серьезной проблемой. Да, непонимание того, кто должен делать, что должен делать и по какой цене. То есть, нужно работать в направлении развития, да, именно знаний людей в данной сфере. Просвещение. А вы уже успели познакомиться с работой управляющих компаний в нашем городе? Да, конечно. Как вы это оцениваете, эту работу, и есть ли желание как-то помогать, проводить чаще семинары, может быть, у нас во Владивостоке? Ну, желание проводить семинары есть всегда, было бы время, времени не хватает, страна большая. На всех не хватает, вопрос актуальный всегда. А что касается качества работы, я могу оценить только по внешнему виду, состоянию домов. В Владивостоке, как и в других регионах, есть дома, которые содержатся хорошо, есть дома, которые содержатся не очень хорошо, это прямо видно по внешнему виду. Есть, ну так, середнички. Это обычная практика. Но в целом, надо сказать, состояние жилищного фонда во Владивостоке гораздо лучше, чем в ряде других регионов. У нас есть регионы, где, конечно, состояние жилищного фонда вызывает очень серьезные вопросы и претензии. Такой вопрос. Трудно ли все-таки у нас в городе усадить за парты работников данной сферы или может быть просто людей, которые должны познакомиться с этой ситуацией, да, вообще знакомиться в целом, чтобы опять же больше разбираться и избегать каких-то конфликтных ситуаций? Ну, во Владивостоке ситуация, скажем так, неплохая, лучше, чем во многих других регионах с точки зрения желания обучаться. Ну, понятно, что желание обучаться, в первую очередь, выражают, конечно, специалисты. То есть, чем меньше человек знает, тем меньше у него желания учиться. Чем больше человек знает, тем больше он понимает, что квалификацию можно повышать до бесконечности. То, что трудно ли усадить за парты, ну, у нас есть уже некие такие постоянные участники семинаров, ну, вот из опыта проведения семинаров АКАТА, которые постоянно у нас участвуют, ну, пополняются периодически, добавляются новые участники. Сложность, ну, наверное, для нас сложность привлечения участников, разве что в разнице во времени. То есть, нам тяжело бывает позвонить в рабочее время и кого-то проинформировать, о чем-то договориться. Вот, в принципе, желание учиться здесь у людей ощущается. Вот, одна такая проблема, наверное, которая есть, ну, тоже везде, во всех регионах. Очень часто человек считает, что согласившись на обучение, он признает какую-то свою некомпетентность. То есть, якобы, вот, соглашаются учиться только те, кто ничего не знает. А я вот все знаю, поэтому учиться не пойду. Ну, на мой взгляд, конечно, подход неверный, потому что любые обучающие мероприятия, и любые семинары, где обсуждаются те или иные вопросы, позволяют, конечно, разобраться в той или иной проблеме. И очень часто бывает, когда специалист считает, что он знает все досконально, после семинара выясняется, что какие-то у него пробелы в знаниях были. Вот, но если бы он не пошел на этот семинар, он бы этого и не узнал. Что ж, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время и пришли к нам сегодня. Надеюсь, еще вас увидеть у нас в студии. И надеюсь, что проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства станет все-таки меньше. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Увидимся на восьмом.